Десна ТВ Юные таланты на сцене Теремка Корпорация Росатом разрабатывает новую концепцию кибербезопасности для атомных станций А сейчас об этих и других событиях подробнее Команда Смоленской атомной станции готовится побороться за звание лучшей нештатной спасательной группы в концерне Росэнергоатом Наша съемочная группа побывала на генеральной тренировке Нештатная спасательная группа создана на Смоленской АЭС в 2016 году Весь личный состав прошел обучение, аттестацию и получили сертификаты Нештатная спасательная группа у нас уже год Ребята много тренируются раз в месяц, достигли определенного уровня профессиональной подготовки В концерне организовано соревнование нештатных спасательных групп, к которому в данный момент готовится группа С 19 по 23 июня на Ленинградской АЭС пройдут корпоративные комплексные соревнования между такими группами со всех атомных станций Для участия в состязаниях по спортивному принципу отобрана группа спасателей из 8 человек 26 мая прошла генеральная репетиция поисково-спасательных действий по ликвидации завалов Поиску пострадавших оказанию первой помощи и эвакуации в медсанчасть Спасатели точно и слаженно применяли технические средства Продемонстрировали навыки по оказанию первой медицинской помощи и скорость выполнения всех операций По данным Смоленскстата в регионе увеличился объем выпуска основных видов сельхозпродукции В первую очередь мясо и яиц Существенным образом на рост производства влияют меры государственной поддержки Развитие агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений администрации региона В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей из консолидированного бюджета федерального и областного будет направлено почти миллиард рублей 28 мая в Десногорске состоялся велопарад, посвященный Году экологии в России В акции, которую организовала администрация города совместно с молодыми атомщиками, приняли участие более 50 велосипедистов в возрасте от 9 до 50 лет Стартовали от городской эстрады и, проехав по улицам города 10 километров, финишировали у памятного знака «Добрый ангел-хранитель мира», символизирующего доверие общественности к атомной энергетике 28 мая подобные велопарады прошли в 70 городах России Глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин подписал распоряжение об официальном открытии с 1 июня купального сезона в городе Управлением по делам ГОИЧС выполнен большой объем работ по подготовке городского пляжа к безопасному отдыху На выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и ОПБ, состоявшемся 26 мая, была дана оценка качества выполненных работ Все мероприятия выполнены, определены места для курения, определены вывешенные знаки, запрещающие выгул собак Поэтому пляж мы считаем, что в принципе готов к эксплуатации Всех жителей приглашаем на наш пляж городской, он очень красивый, всем хорошей погоды Управлением по делам ГОИЧС организована работа спасательного поста, оборудованного по всем необходимым для своевременного оказания помощи отдыхающим на городском пляже Спасатели будут обучены, акватория чистая, вода чистая, то есть вопросов нет, можно купаться Просьба у меня большая, гражданам, жителям Десногорска Пришли на пляж, посмотрели, в каком состоянии есть, в таком бы поддерживать Пакетики есть, урн много у нас, все это вывозится, все очищается, чтобы потом не было нареканий и вопросов, что пляж не обслуживается и у него нет у хозяина Рассмотрев готовность объектов, комиссии принято решение признать готовым к эксплуатации городской пляж У Десногорского браконьера изъяли 800 килограмм толстолобика Мужчина незаконно добыл улов на территории Десногорского водохранилища Полицейские задержали его в деревне Малые Кириллы При досмотре автомобиля сотрудниками был обнаружен незаконный улов и спиннинг Причиненный государству ущерб составил более 20 тысяч рублей В настоящее время в отношении браконьера возбуждено уголовное дело Ему грозит до двух лет лишения свободы 1 июня в День защиты детей в Десногорске планируется грандиозный праздник Сразу на нескольких площадках В 10.00 у скульптурной композиции «Ангел мира» Десногорцы могут присоединиться к акции «Марш за жизнь» В 11.00 юных жителей города ждет концертная программа «Мир детства, мир радости» На баскетбольной площадке 4-го микрорайона Здесь же состоится и открытие баскетбольного турнира Конкурсно-развлекательная программа с конкурсами рисунков на асфальте Состоится на этой же площадке в 12.00 А книжная акция «Библиотечный бульвар» Будет организована для маленьких десногорцев на территории детской библиотеки Спектакль для семейного просмотра «Играем Чуйковского, ты царь, я муха» Состоится в городском центре досуга в 19.00 Воспитанники выпускной группы «Рябинки» из детского сада «Теремка» Решили напоследок порадовать родителей постановкой спектакля «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перо Спектакль проходил в чудесных декорациях Дети были одеты в прекрасные костюмы Актеры и зрители окунулись в мир сказки Все они поверили, что чудо может случиться, если вы в него верите И по мановению волшебной палочки Замарашка может превратиться в прекрасную принцессу Ее обязательно полюбит и найдет настоящий принц Добро обязательно восторжествует А злые мачеха и ее дочери понесут заслуженное наказание Родители и воспитатели получили огромное удовольствие от игры своих детей Я очень довольна тем, как выступили наши дети Можно даже сказать, для их возраста профессионализмом То, как они все это преподносили, как настоящие актеры Было очень все, как в сказке, настоящие Дети молодцы Воспитатели просто огромную работу проделали Включая с работниками Огромное спасибо Так держать Кто знает, может на сцене детского сада Играли будущие артисты 4 июня десногорцы могут принять участие в праздновании 60-го Всероссийского музыкального фестиваля имени Глинки Которое пройдет в городовом имении композитора Новоспаска В программе примут участие коллективы художественной самодеятельности Творческие коллективы, солисты-вокалистов учреждений культуры районов Смоленской области Смоленский русский народный оркестр имени Дубровского Солисты Смоленской областной филармонии и Государственный оркестр народных инструментов «Метелица» Начало мероприятия в 10.00 И в завершении выпуска новости Росатома Хакерские атаки уже не миф Мы все чаще слышим о нападении киберпреступников на систему управления и хранения данных крупных мировых компаний И даже на физические объекты В связи с этим возникает вопрос А насколько защищены российские атомные станции? Об этом в нашем следующем сюжете Хакеры не пройдут Корпорация Росатом разрабатывает новую концепцию кибербезопасности для атомных станций Сегодня к автоматизированным системам управления российскими АЭС Никто не может подключиться со стороны и начать ими управлять Регулярные проверки и тесты подтверждают, что атомные объекты надежно защищены от любых хакерских атак Формирование новых подходов по обеспечению кибербезопасности И оснащение АЭС дополнительными системами и средствами защиты Это в большей степени задел на будущее Дело в том, что объекты энергетики манят хакеров как запретный плод По статистике, 80% серьезных кибератак во всем мире нацелены как раз на энергетический сектор В этих условиях важно исключить даже микровозможности для проникновения в систему управления АЭС Например, отказаться от установки USB-разъемов на оборудовании атомных станций На наших станциях это строго запрещено Самое распространенное это, например, пронести с флешкой на территорию станции какой-нибудь вирус Вирус в систему управления АЭС может попасть и более хитрыми путями Например, находиться в исходном коде программы или в прошивке какого-либо оборудования И активироваться в самый ответственный момент Именно поэтому все ключевые системы безопасности на российских АЭС Только отечественные разработки В первую очередь это касается программного обеспечения Оно тестируется на специальном полигоне Росатома на устойчивость и выживаемость В штатных и нештатных ситуациях по уникальным методикам Не только хакеры что-то новое придумывают, но и наши специалисты тоже не стоят на месте Сегодня, когда во всем мире идет широкое внедрение цифровых технологий Опыт Росатома по обеспечению кибербезопасности атомных станций Разработки программ и созданию элементной базы Для предотвращения внешнего вмешательства в систему управления технологическим процессом Становится востребованным и в других сферах деятельности Программно-технические решения российских атомщиков уже сейчас Вызывают интерес у компаний из области телекоммуникаций, медицины и промышленности Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание. До свидания Субтитры создавал DimaTorzok